В мэрию пригласили руководителей крупных компаний, которые заключили договоры на вывоз мусора с мелкими предприятиями. Их сегодня в городе 17. Проверки показали, что подавляющее большинство из них работает с грубыми нарушениями. Выяснить это удалось в ходе длительного мониторинга, рассказал глава Сочи. По Смагри, граница нашего города, мы постоянно фиксируем, кто же все-таки вывозит мусор за пределы города. Кроме спецавтохозяйства никто не вывозит. Вывод такой. Где-то они это дело складируют. Они нам высыпают на контейнерные площадки еще по ночам. Такие предприятия загрязняют город и создают недобросовестную конкуренцию САХУ. Кстати, спецавтохозяйству приходится вывозить чужие отходы за собственные средства. А городу платить дотации САХУ из бюджета. Получается, что расходы ложатся на плечи всех сочинцев. А это порядка 300 миллионов в год. Между тем, как показал анализ, около 95% сочинцев исправно платят за мусор. А бросовый зачастую – это дело рук кафе, ресторанов и мини-отелей. Есть еще одна проблема. В ловушку могут попасть и сами предприниматели, заключающие договоры на вывоз ТБО с сомнительными организациями, пусть даже и за меньшие деньги. Владельцем отходов может быть либо предприниматель до тех пор, пока эти отходы не будут вывезены на полигоны и там захоронены, либо мусор-глазящая компания. Так вот САХ, когда заключает договор, он по этому договору становится сразу собственником этих отходов. И все вопросы всех надзорных органов, естественно, будут обращены в его сторону. Если же мусор, вывезенный недобросовестной компанией, например, в Нацпарк, будет идентифицирован, то ответственность понесет уже предприниматель. А еще в САХе начала работать служба экономической безопасности. Ведутся постоянные дежурства на контейнерных площадках, в том числе по ночам. И те, кто бизнес по вывозу отходов не хочет вести честно, будут обязательно наказаны. И примеры есть. Одна из мелких мусорных компаний уже заплатила штраф за вывоз отходов на площадке САХа – полтора миллиона рублей.